Если в вашей квартире внезапно пропал газ, то вероятнее всего это произошло из-за проведения планово-технической проверки герметичности системы газоснабжения дома сотрудниками Харцизского управления по газоснабжению и газификации. О ежегодной профилактической работе местных газовщиков далее в материале Оксаны Ветровой. Согласно правилам безопасности систем газоснабжения в квартирах, где установлены газовые плиты, колонки и отопительные газовые приборы, ежегодно проводятся работы по планово-техническому обслуживанию этого оборудования. Раз в три года такую проверку проходят жилища, где установлены только газовые плиты. О начале проведения работ абонентов уведомляем заранее. То есть, на подъездах домов не позднее, чем за пять дней мы вывешиваем объявления, в которых указана дата начала проведения работ. Собственники жилого фонда уведомляются соответствующими письмами. Также в газете «Панорама» в конце каждого месяца печатается объявление, в котором указан список адресов, которые подлежат планово-техническому обслуживанию в следующем месяце. Задача газовщиков – зайти в каждую квартиру, обследовать все газовые приборы и провести так называемую контрольную опрессовку стояка. Вот тут-то и возникают проблемы. Контрольная опрессовка проводится сжатым воздухом с предварительным отключением абонентов от газоснабжения. И если какая-то квартира по стояку на время проверки пустует, коммунальная служба вынуждена искать её жильцов, чтобы выполнить плановые работы и возобновить газоснабжение. За любой квартирой кто-нибудь доприсматривает. Не может быть такого, чтобы абонент уехал и оставил своё жильё без присмотра. То есть, у каких-то родственников, у каких-то соседей обязательно находятся ключи. Если абонент не находится, то, к сожалению, мы газовый стояк подключить не можем. Вот почему вот у нас было несколько, по несколько дней абоненты были без газа, потому как, согласно правил безопасности систем газоснабжения, не реже одного раза в три года планово-техническое обслуживание у нас проводится с отключением от системы газоснабжения и испытанием газопровода на герметичность. При таких работах газовый стояк отключаем мы, проводится контрольная опрессовка его воздухом под давлением 500 мм водяного столба, и мы не имеем права возобновить подачу газа на этот стояк, если не проверена работоспособность всех приборов, всех газовых приборов, без исключения по этому стояку. Ситуации, когда опрессовку стояка провели, а ввести его в эксплуатацию не могут, потому что не все жильцы нашлись, случаются нередко. И неудивительно, что подобные факты вызывают у горожан бурю негодования. В Гургазе же уверены, что ради общей безопасности можно и потерпеть временные неудобства. Почему возникает проблема с отключенными жильцами? Так как, я уже сказала, мы не можем произвести пуст газа, если мы не попали в каждую квартиру. И если вам сегодня не была возобновлена подача газа, то эта мера жесткая, но необходимая для безопасности самих же абонентов. Согласитесь, лучше пережить сегодня временные неудобства, чем завтра стать жертвами печальных последствий.